Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы собрались в этом доме молитвы для того, чтобы прославить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за Его воскресение из мёртвых. Обратимся к Священному Писанию и прочитаем первый текст, написанный Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 9 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 9 стих. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 1 по 10 стих. И со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Исей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Слава нашему Господу, что сегодня Он концентрирует наши мысли на воскресении Иисуса Христа, потому что в слове воскресения весь смысл нашей веры, в нём наша надежда, наше спасение и наша победа. И когда мы читаем эти слова, мы видим, что здесь сказано было женщинам, которые пришли, чтобы помазать мёртвое тело Иисуса Христа благовониями. И эти слова Ангел им сказал, и они звучат следующим образом. Идите скорее скажите. Идите скорее. То есть нужно не держать это в себе, а нужно сказать, как сегодня Господь говорит нам, чтобы мы всем, которые встречают нас на улице или где мы будем находиться, мы возвещали эту благую весть, которая звучит сегодня этими словами. Христос воскрес. Потому что для нас это действительно великая радость. Мы видим, что здесь описаны события, которые раскрывают нам состояние и тех женщин, которые пришли к пустому гробу, и учеников, которые затем встретили этих женщин и услышали о воскресении Иисуса Христа. Разные чувства. С одной стороны страх. Страх, потому что произошло великое чудо. Человеческое сердце, оно было еще не вполне подготовлено к такому великому событию, воскресению Иисуса Христа. И поэтому люди, очень многие еще испытывали такое чувство, с одной стороны чувство страха, а с другой стороны, как мы читаем, чувство радости. Потому что с радостью великою побежали скорее сообщать ученикам. И когда Христос встретил учеников и сказал им эти слова «радуйтесь», то есть слово «радуйтесь» здесь звучит как слово, которое направляет человеческое сердце по пути принятия этой благой вести воскресения, которая столь много дает всем нам, когда мы ее слышим. По сути дела, наш Господь Иисус Христос одержал победу над смертью. Когда происходит какие-то ситуации в жизни человека, когда человек тяжело болеет, или может быть находится в реанимации, или в подобном состоянии, и вот он в больнице, потом выходит из этого состояния. Врачи очень много и тщательно работали с этим больным, старались его вывести из этого состояния, и вот человек выходит, и потом возобновляется как-то его жизнедеятельность. Говорят, он победил смерть. Но на самом деле истинная победа над смертью может быть только воскресением. Потому что воскресение, оно дает новое состояние. Состояние, когда мы уходим в вечность. Состояние, которое мы входим по вере нашей, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И состояние, которое является даром Божьей благодати. Потому что Господь, Он дал нам спасение и дар вечной жизни. Этот дар вечной жизни мы получили от Него, как дар Божьей благодати. И Священное Писание напоминает нам, что, по сути дела, в Эдемском саду произошло поражение человеческого рода. Поражение человека смертью. То есть это великое такое поражение, когда дьявол, он победил, и, по сути дела, он закрыл человека в узах, в узах смерти. Потому что всем людям, которые после Адама во всех остальных следующих поколениях рождались, они все умирали. В том числе и сегодня это происходит. Нет человека, которого не постигла бы смерть в разное время его жизни. Одни умирают в молодом возрасте, другие в среднем, третьи в пожилом возрасте. Но все равно человек, сколько бы он ни жил, и как бы он ни жил на этой земле, он умирает. И Священное Писание говорит нам, словами апостола Павла, Римлянам 5 глава 12 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть согрешили водами. Плюс к этому накладываются еще многие другие грехи, которые мы совершаем по жизни. И Священное Писание, оно дает такой, как бы, своего рода приговор для всякого живущего здесь на земле. Оно говорит нам следующее, Евреям 9 глава 27 стих, «И как человекам положено однажды умереть». То есть смерть – это следствие нашей греховной природы с одной стороны, и наших грехов, которые мы совершали и совершаем с другой стороны. Поэтому только тот, который сам прошел через смерть и сам прошел через воскресение, только тот может повести нас за собой, и этим является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И в Священном Писании мы читаем о этой великой победе, которую совершил Христос над смертью, и вводит нас, как первенец из умертвых в вечность, и первенец из воскресших в вечность. Мы читаем следующие слова, в первом послании Коринфянам 15 глава 55 стиха, «Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Благодарение Богу. Мы сегодня благодарим Богу, что мы имеем эту победу, которую Господь наш совершил. Христос пришел в этот мир, чтобы победить грех и дьявола, чтобы расторгнуть те узы, которые держат человека узами смерти. До воскресения Иисуса Христа, до его голговской жертвы, все люди, которые умирали, попадали в ад. Мы читаем об этом в притче Евангелия от Луки, когда Христос рассказывает притчу о богаче и лазере. Он там рассказывает, что умер один и второй, но в аду, конечно же, там было некое разделение, там было ломо Аврамова, будем говорить, такое подобие Ветхозаветнего рая, где не было мучений, где было все нормально и было место мучений, но все равно все попадали в ад. И вот этот ад он держал. И только Христос, который прошел, как подобно каждому человеку, эту смерть и вошел в этот ад, он выводит оттуда всех тех, которые принимают его благую весть о спасении, которые верою принимают его свое сердце. И таким образом, теперь уже нас, Христос, можно так сказать, вывел в состояние совершенно противоположное, состояние, которое называется вечностью, вечностью с Богом, состояние, которое совершенно противоположно тем узам, которым нас этот ад держал. И дьявол, как бы он радовался, что мы все попадаем туда, куда ему отведено место, как финальная часть Библии, которая говорит пророчески об этом. И Священное Писание говорит нам, что только Христос мог это сделать, только Христос мог победить, потому что он является праведником, он умер не за свои грехи, а умер за наши грехи. То есть он снял с нас эту вину и дает нам возможность войти в вечность за ним следом, как первенцам из воскресших, как тот, который вошел и больше уже не умирает. То есть Бога-человек Христос ждет нас вечностью. И для нас это является действительно радостными словами. Некогда Мартин Лютер сказал следующие слова. Своей жизнью Христос подал нам пример, как следует жить. Он ходатайствует за нас в молитве, как в пересвящении. Его смерть – жертва за наши грехи. Его воскресение – победа. И действительно, Христос победил и дает нам эту победу, чтобы и мы имели этот дар от Него, и следовали вместе с Ним туда в вечность, где Он приготовил нам место, как Он и говорил. Поэтому Господь, Он дает нам сегодня такую великую возможность радоваться этому дню. И эти слова, которые Христос сказал ученикам, которые встретили Его, ухватились за ноги Его и поклонились. И мы сегодня тоже пришли ухватиться за ноги Христа, образно говоря, поклониться Ему и возрадоваться сердцами нашими за то воскресение из мертвых, которое Господь совершил, и ту победу, которую Он совершил, чтобы дать нам этот дар победы для вечной жизни. Поэтому слава нашему Господу Иисусу Христу, пусть сегодняшнее служение будет Ему действительно служением хвалы, поклонения и радости, пронесенной через всю нашу жизнь дальнейшую, чтобы мы жили с этой радостью в вечности. Слава Иисусу Христу! Аминь!